Полицейские задержали преступную группу, которая распространяла синтетические наркотики. Все задержанные граждане Казахстана, приехавшие на обучение в Омск. Как пояснили молодые люди, они предполагали, что их могут арестовать, но все-таки надеялись уйти от ответственности. Пятерых студентов арестовали в разных точках города почти одновременно. Так двоих задержали на трассе под Омском. Под обшивкой автомобиля они прятали килограмм так называемой соли. Еще одного фигуранта взяли в центральном округе в подъезде дома. С какой целью вы храните при себе? Делать закладки. Закладки? Да. Распространяете, да, занимаетесь через закладки? Какой интернет-магазин? В каком количестве при вас накачьих средств? Около 4-4 грамм. Где находится? В рюкзаке. Еще двоих драгдилеров арестовали в доме на улице Красный Путь. Молодые люди при себе имели уже расфасованные наркотики. Упаковки с разовыми дозами. Экспертиза показала, что у всех задержанных было одно и то же запрещенное вещество. По какой причине были задержаны? Да просто оказался, мы там вместе не ходили. Считаете себя причастным к незаконному обороту наркотиков? Да, было за мной такое. Было или есть? Есть. Что, много заработали за это время? Да, поверьте, оно не было бы стоить. Важно, сколько держится. Вы сами употребляете? Нет. Сожалеете, Садин? Очень сожжаю. Что могли бы сказать тем молодым людям, которые, возможно, находятся? Никогда не сожжаться. Все пятеро родились в Казахстане, в одном городе и учились в одной школе в параллельных классах. Молодые люди ранее не были судимы и сами не употребляли наркотики. Следователям они рассказали, что уже полгода распространяли омские соли и в ближайшее время хотели завязать с криминальным бизнесом. В настоящее время назначена компьютерная экспертиза по изъятым сотовым телефонам. Экспертиза призвана установить у одного или у разных продавцов приобретались крупные партии наркотиков, а также наличие контактов между задержанными на предмет совместного приобретения и распространения наркозелия. При положительном заключении три уголовных дела будут соединены в одно производство. Учитывая особо крупный размер, одноклассников до суда заключили под стражу. Иностранные граждане могут остаться в российской колонии до конца своих дней. Продолжение следует...